Семь минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте. Накануне на встрече главы Северной Осетии Вячеслава Бетарова с главами муниципальных образований с информацией о работе Комиссии по оздоровлению муниципальных финансов выступил временно исполняющий обязанности министра финансов РСО Алания, Казбек Царикаев. Он выразил мнение, что цены на продукты питания в ряде случаев бывают необоснованно завышены. По заявлению в РИО министра, закупочная стоимость по всему ассортименту продуктов Владикавказского комбината школьного питания была выше установленной Министерством экономического развития РСО Алания. Сегодня генеральный директор ОАО Владикавказский комбинат питания Сергей Калицев выступил с опровержением данной информации. Он отметил, что все отпускные цены на продукты питания устанавливаются в соответствии с перечнем средних рыночных цен, подготовленных Минэкразвития Республики. Устанавливаемые наценки соответствуют постановлению от 28 марта 2014 года номер 72 о предельных наценках на продукцию, товары, реализуемые на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах. Конечно, для меня было очень неприятно услышать мнение некоторых руководителей. Я отношу все-таки к неполной информации о сути дела и думаю, что все-таки мы разберемся. У нас было очень много проверок. Все проверки практически убедились, что та политика, которую комбинат с начала 2016 года осуществляет на снижение цен, как закупочных, так и отпускных, она продолжается, она ужесточается. И на сегодня у нас есть абсолютно документально подтвержденные данные, что цены у нас ниже, отпускные цены ниже, чем могли бы быть. Если говорить о нормативном регламентировании вот этого вопроса, то есть 72-е постановление 2014 года правительства Республики Северной Осетии Алания, которое также, как и по всей России, устанавливает для общепита школ предельные наценки. Так вот, для продуктов, которые проходят кулинарную обработку, а кулинарная обработка в соответствии с ГОСТом, это воздействие на пищевые продукты, которые позволяют их делать пригодными для употребления. Значит, вот эта кулинарная обработка, холодная, тепловая, она допускает наценку до 80%. Ну, те продукты, их очень мало. Это конфеты, это печенье, это сырки, глазированные в упаковке, которые не проходят кулинарную обработку, там постановлением утверждена наценка 50%. Ну, хотелось бы сказать, что, чтобы добиться, во-первых, неповышения стоимости блюд, во-вторых, снижения стоимости блюд и наполнения их содержанием, мы не преследуем цель устанавливать 80% даже по продуктам, проходящим кулинарную обработку. Мы можем показать вам, что по многим позициям мы вынуждены ставить наценку 10, 20, 30. Второе направление, которым занималось в 2016 году и до 1 марта деятельности комбината, это поставка продуктов в детские и дошкольные учреждения. Так вот, в 2016 году рекомендуемые цены подготавливались и рассылались управлением экономики и предпринимательской деятельности АМС города Владикавказа. С января месяца этим занимается Министерство экономического развития Республики. Хочу вам сказать, что и в 2016 году, и в 2017 году, в январе-феврале, мы своими приказами утверждали цены, которые ниже рекомендуемых управления экономики и предпринимательства и Министерства экономического развития. Это же требование мы выдвинули новому поставщику, поэтому и с 1 марта, и по сей день, и в последующем, я уверен, цены будут ниже, чем они рекомендуются Минэкономразвития Республики. Новые лавочки в скором времени украсит все зоны отдыха Владикавказа. Об этом рассказал начальник управления благоустройства, озеленения и санитарной очистки города Суслан Бецоев. Начать замену скамеек долгое время из-за погодных условий не представлялось возможным. Накануне работы были начаты на водной станции Владикавказа. Это только часть проводимого комплекса мероприятий по благоустройству этой зоны отдыха. Сейчас работа по установке скамеек проходит на площади воссоединения. Всего здесь было установлено 27 новых скамеек. Ими заменены старые лавочки без спинок. Основания выполнены из металла, сидения и спинки деревянные. К сожалению, за небольшое время целых 8 скамеек недосчитались только на площади воссоединения. По этой причине было принято решение бетонировать основания, чтобы у злоумышленников не было возможности их уносить. По заданию главы администрации Бориса Албегова мы должны обеспечить людей необходимым количеством скамеек для того, чтобы создать комфортные условия для отдыхающих. Долго советовались со специалистами. И такие параметры, как толщина, высота, угол наклона – все это было рассчитано для того, чтобы было удобно сидеть. В первую очередь самая основная задача у нас какая? Человек должен идти и кто бы ни был, у него должно возникнуть желание сесть на эту скамейку. Если у него есть такое желание, значит мы двигаемся в правильном направлении. Хотел обратиться к жителям, чтобы бережно относились к имуществу, потому что наше управление все необходимые меры предпринимают для того, чтобы создать комфортные условия. Стараются сделать новые, удобные, красивые скамейки. Вот наблюдаются случаи, когда уже вот даже вот среди вот этих новых лавочек уже есть испорченные, порезанные. Значок ГТО на груди у него. Больше не знают о нем ничего. С этой строчки из стихотворения Самуила Маршака начал свое выступление Марат Басиев, начальник комитета молодежной политики и спорта администрации местного самоуправления Владикавказа, на вручение золотых значков комплекса «Готов к труду и обороне». Около 50 учащихся различных образовательных учреждений города получили золотые значки из рук почетных гостей. Заместители Республиканского Совета ветеранов, генерал-майора авиации Руслана Бедоева, олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Алана Хугаева, многократной чемпионки мира по армрестлингу Ирины Макеевой, которые поздравили детей с заслуженными наградами. От имени главы АМС города Владикавказа Бориса Албегова и от себя лично учащихся поприветствовал и заместитель главы городской администрации, начальник управления образования Роман Газюмов. Он поздравил детей с этой победой и пожелал дальнейших успехов в достижении поставленных целей. По словам руководителя Центра тестирования нормативов ГТО по городу Владикавказу Мурата Чигаева, в этом году нормы ГТО сдавали 400 человек. Среди них были как дети 8-9 лет, так и люди старше 50 лет. Испытания по нормативам ГТО сдавали школьники нашего города. И вот около 120 золотых значков поступило к нам в республику. И сегодня 50 человек мы пригласили для торжественного награждения. Значит, ну, ГТО, комплекс ГТО не нуждается в дополнительном каком-то представлении. Это, значит, механизм такого пропаганды здорового образа жизни. Это патриотическое воспитание подрастающего поколения, безусловно. И мы, администрация города, уделяем этому первостепенное значение. Наши 7 минуты стекли. Смотрите нас завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова